Уважаемые коллеги, разрешите Вашему вниманию рассказать опыт Самарской области по созданию информационного обеспечения онкологической службы. Несколько слов о структуре. Мы являемся достаточно централизованным регионом Самарской области. Головным учреждением является онкологический диспансер. Дальше имеется два межмуниципальных учреждения. Это Тольятти и Сызрань. Вот здесь общий фонд койк Самарской области чуть больше тысячи. Далее 60 онкологических кабинетов. Но я включила в структуру стационары общей лечебной сети, которые тоже участвуют в лечении онкологических больных. Ежегодно появляется около 16 тысяч онкологических больных, умирает 6700 и на диспансерном учете 87 тысяч диспансерных онкологических больных. И вот эти все учреждения, о которых я сказала, объединены в регионе в единую информационную базу. И отличием нашего региона заключается в том, например, от Омской области в том, что раковый регистр, он формировался параллельно с информационным обеспечением всего региона. Как это происходило, я скажу в процессе доклада. Но и этапы становления нашего регистра я хотела бы оценить в контексте развития раковых регистров всей Российской Федерации. Если вы помните, то начало работы регистров – это 1996 год. Были нормативные документы, изданные соответствующие, и программное обеспечение подготовлено. И особенностью этого программного обеспечения было то, что регионы ввели территориальные базы данных, они не объединялись. И этот период развития, он достаточно большой – 1996-1996-1996 годы. И, естественно, Самарская область тоже жила в это время. И, значит, у нас раковый регистр образовался 4 декабря 1995 года. Вот здесь представлены руководители отдельных этапов. И особенность была в том, что оргметод и отдел именно в 1996-1996 годы работал отдельно от ракового регистра. Но так сложилось исторически. То есть параллельно мы ввели базы данных. И тогда что происходило? Значит, сначала раковый регистр города Самары, Тольятти, Сызрани формировался отдельно. И все отчетные формы объединялись и формировались только в программе Медстат. То есть объединения не было. Далее на базе в 1996 году, на базе данных АИС-стационар, а она объединяла все стационары Самарской области, было разработано программное обеспечение госпитальный раковый регистр. Далее началось практическое внедрение госпитального ракового регистра в учреждение здравоохранения области. В следующем году, в седьмом, эта информация из стационаров области стала конвертироваться в областной раковый регистр. И далее, следующий этап, это где-то восьмой год. От разработки и совершенствования госпитального регистра мы пришли к совершенствованию популяционного ракового регистра. Здесь разработано наше программное обеспечение, здесь вот есть его регистрационный номер. Далее разработан конвертер областного госпитального регистра в популяционный раковый регистр. И далее произошло сопоставление баз данных региональных Тольятти, Сызрани и Самара. И в восьмом году, в восьмом-девятом году, мы как бы только к восьмому-девятому году мы объединили и создали общий областной популяционный раковый регистр. И в это же время происходило взаимодействие с базой данных смертность, которая формировалась в целом по области, когда мы информацию стали брать из этой базы и ее конвертировать в популяционный раковый регистр. И где-то в восьмой-девятый год, только в этот период, мы стали формой 7-35 получать в целом по области уже в формате ракового регистра. Далее начинается следующий этап. Это когда разрабатывается программное обеспечение, и раковые регистры региональные объединяются в федеральный раковый регистр. И несколько была реорганизована онкологическая служба, оргметод службы была создана на базе Самарского областного онкологического диспансера. Вот мы были представлены отдел противораковой борьбы с популяционным раковым регистром и оргметод отдел с госпитальным раковым регистром. И далее события разворачивались следующим образом. Мы начали совершенствовать популяционный раковый регистр в таком ключе. Разработан модуль экспертиза активно выявленных больных. Дальше экспертиза и дополнение ракового регистра дополнительными качественными показателями по работе смотровых кабинетов, по работе врачей общей практики. Далее разработан модуль экспертиза причин запущенности и причин учета после смерти. Далее экспертиза корректности определения причин смерти онкологических больных. Следующий это модуль диспансеризация, в ходе которого отслеживалось качество диспансеризации. Таким образом, расширение линейки индикативных показателей позволило расширить спектр анализа в Самарской области и организовать мониторинг. Также был разработан модуль расчета стандартизованных показателей заболеваемости и смертности и модуль расчета выживаемости. И далее, это был конец, наверное, период 10-12, разработан конвертер информации в федеральный раковый регистр. Далее заменены отчетные формы, тогда вы помните 520 распоряжение было. И совершенствование, проходило дальнейшее совершенствование популяционного ракового регистра. Следующий этап, 13-15 годы, отличается тем, что в здравоохранении Российской Федерации стала внедряться программа модернизации. И происходила модернизация, автоматизация всех лечебных учреждений. И это очень ярко было выражено и сейчас выражено в Самарской области. И поэтому появилась возможность из этой региональной электронной медицинской карты, которая формировалась каждым лечебным учреждениями региона и конвертировалась, соответственно, в этот банк данных, в ЦОТ, брать информацию и для ракового регистра. То есть туда конвертировался и наш онкологический компонент. И вот этот онкологический компонент, вот он, мы им пользуемся. Как я вам говорила, что мы пользовались сначала данными о госпитализациях, данными о смертности. И вот сейчас, 13-15 год, данные о мабулаторных услугах. То есть каждый врач общей практики, каждый специалист в поликлиниках регистрировал свои услуги, в том числе и об осмотрах онкологических больных при первичной диагностике, при диспансерных осмотрах, при подозрении на злокачественное образование, в ходе диспансеризации больных с первой Б-клинической группой. И вот эти данные, данные мы тоже, этими данными тоже начали пользоваться. Параллельно в это время происходило совершенствование технологии сбора и обработки информации, но я быстренько проведу, это, значит, сверка первичных больных, сверка данных о лечении. И вот формирование отчетных форм, на основе которых проводится мониторинг, принимаются управленческие решения. И к концу, или к началу, к 16-му года создано вот такое информационное обеспечение, включающее данные, не только данные о госпитализации их и смертности, но и о амбулаторных услугах больных, а именно для чего мы их берем? Для того, чтобы контролировать исполнение онкоосмотров, контроль сроков и полноты исполнения алгоритмов, уточняющих диагностики, но с одним некоторым уточнением, с запозданием. То есть мы не работаем в единой сети онлайн с другими лечебными учреждениями. Эти лечебные учреждения передают информацию в МИАД, а потом мы эту информацию забираем и пользуем, и подливаем, вот конвертируем в раковый регистр. Но так сложилось исторически. Но тем не менее мы очень хотели бы... Мы очень хотели бы быть похожими на ту модель, которую представила Омская область, но только сейчас к этой задаче мы подходим. И первый шаг – это вливание или создание, подключение к распределенной системе раковых регистров в Самарской области. Вот его сегменты – это Сызрань. Это я пропущу. Еще раз вот этот слайд говорит о том, что в формате управления качеством, онкологической помощью существует не только система управления процессом медицинской помощи, но и автоматизированная экспертная система управления ее результатами, которая позволяет разрабатывать организационные решения и корректировать стратегию и тактику деятельности службы. И последний этап – это современные 16-17 годы, когда онкологическая служба Российской Федерации предпринимает большие усилия для развития и стандартизации методов сбора представления информации раковых регистров Российской Федерации в соответствии с Международной ассоциацией раковых регистров. Вот какие шаги были предприняты. Было сейчас разработано, лежит, насколько я знаю, в Министерстве здравоохранения Российской Федерации приказ для оптимизации имеющихся классификаторов, то есть это оптимизированный 135-й приказ. Далее проведены школы, курсы МАИР, о которых говорил Вахтан Михайлович, мы не раз об этом говорили сегодня. Следующее мероприятие – это международный аудит баз данных раковых регистров на основе объективных индикаторов качества данных, который проведен вот уже на данный момент для 7-8 территорий, как вы уже слышали. Ну, вот этот аудит проводится в соответствии со стандартами, которые здесь представлены в МКБУ-3. Это правило кодирования и определения, правило кодирования методов установки диагноза, правило кодирования первично-множественных опухолей. Это инструкция МАИР по ведению раковых регистров. Это рекомендации по определению даты установки диагноза. Все данные оцениваются с учетом достоверности. Вот здесь критерии достоверности – это морфологическая верификация диагноза, это удельный вес случаев посмертно учтенных больных, это удельный вес неуточненных данных о топографии, ну и так далее. Это своевременность, полнота данных. И третье мероприятие – это представление данных в определенном формате, который рекомендован МАИР, в международных проектах. Здесь перечислены основные международные проекты, в которых сейчас можно представлять данные. Это рак на пяти континентах, глобакан для изучения смертности и распространенности. Это международная оценка заболеваемости у детей, и в РК «Конкорд». И сейчас Самарский раковый регистр является членом ассоциации, Международной ассоциации раковых регистров. И мы сейчас строим немножко работу по-другому. Здесь очередная реорганизация, вот здесь приказ произошел. Есть группа, которые обеспечивают введение и коррекцию базы данных для ФРР, для ГРР и отдельно Тольятти-Сызринь. Далее эта коррекция заключается для больных, состоящих на учете в данный момент, то есть живых для нас это 87 тысяч. Вот есть специальные списки. Каждый регистратор имеет вот здесь фамилии регистраторов, даты, которым нужно выполнить конкретную работу. Таким образом, наш оператор не только осуществляет оперативный учет, но и корректирует всех диспансерных больных, состоящих на учете. И в этом году мы пошли дальше, помня о том, что есть еще больные, снятые с учета для Самарской области. Это 187 тысяч человек. И все вот эти разделены, все эти пациенты разделены на списки по снятым, взятых в определенные годы. И тоже идет работа. И вот архив в раковом регистре есть, куда мы направляем всю документацию по снятым больным, в том числе и по умершим. И вот эта вот информация, это началось с третьего года. Еще мы не доходили руки, вот для этого накапливалось. Но сейчас это активно используется для коррекции баз данных. Заканчиваю. Группа по ведению непосредственно организационной методической работы в регионах, курации, группа программистов. И вот я бы хотела еще, если разрешите, рассказать опыт нашей работы по перекодированию информации в МАИР. Значит, он осуществлялся в два этапа. В нем участвовали как программисты, так и операторы, средние медработники. Сначала первый этап, это МКБ-10, переведена в МКБ-2. Вот мы работали для, это делали для Конкорда. Пациентов с 2000 по 2014 год 204 тысячи. Вот 164 перекодировали, а 40 ошибок было. Вот эти ошибки мы исправили вручную. Далее пошел второй этап. Это перекодирование МКБ-2 в МКБ-3. Здесь тоже эти же 204 тысячи больных, вот 174 записи перекодированы, а 30 ошибок мы их исправили. И таким образом, вот сейчас в раком регистре Самарской области на КОП есть записи о 179 тысячах больных, в том числе и снятых. И вот 204 тысячи из них перекодированы в МКБ-3. Это примерно 73%. И вот это перекодирование, уважаемые коллеги, у нас есть в базе данных. Вот этот код, вот МКБ-2, будем считать с морфологией, это лимфома. А вот сейчас он так есть в МКБ-3. Следующий рак прямой кишки. По МКБ-2 он должен быть С20 и соответствующей морфологии, а МКБ-3 С20.9. Дальше стромальная саркома матки. Вот здесь изменены морфологические коды МКБ-2, а это МКБ-3. Всё в базе данных. И лимфосаркома тоже разный код, как код топографии, так и код морфологии. Вот видите, здесь МКБ-3. Ну и сейчас представлена таким образом наша модель ракового регистра. В эти все этапы я вам рассказала, как происходит конвертация данных, я не буду повторять. И мы являемся вот участником международных проектов, а именно рак на пяти континентах, заболеваемые детей и конкорд-3. Это вот данные, которые сейчас включены в рак по пяти континентам. Это вот они нам прислали пробные такие варианты. Это международные заболеваемые с детским раком. Здесь параллельно мы вот с Чапай, с Челябинском, с пятиатрическим регистром московским. Это данные, принятые на первый этап конкорда. Больше других информации нет у нас пока. И еще мы пошли в этом году, сделали свой справочник. Здесь представлены части этого справочника, группы, которые участвовали в его разработке. И некоторые показатели справочника заболеваемости, выживаемости. Ну и сейчас наша база является, отвечая задачам не только Российской Федерации, но и мы стараемся перевести ее на международные стандарты. Здесь представлен перечень мероприятий, которые мы планируем сделать. И главным, основным из них является подключение онкологических кабинетов в режим онлайн. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Конвертер. Ну, вносите при помощи экстраполяции данных, то есть электронно, либо вы операторы? Нет, мы ведем учет в нашей версии, в Самарской. И из нее есть конвертер в московский раковый регистр. То есть у вас получается все это вот в электронном виде, да? Да, да. То есть нет там ручной работы, никакой операторов, нет ничего. То есть вы программист. Программист, да? Спасибо. 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 Спасибо большое. Алла Геннадьевна, можно мне еще один вопрос задать? Скажите, пожалуйста, у вас кто является владельцем, кто ведет официально программу, на базу данных программы смертность? И как вы с ними взаимодействуете? Владельцем, это здравоохранение Самарской области, располагается она в МИАЦ. Это не органы жизненной статьи, МИАЦ или ЗАГС? Нет, МИАЦ. МИАЦ. И она имеет распределенную систему, то есть лечебные учреждения, выдавая свидетельство о смерти, выдают свидетельство о смерти не только на бумажном носителе, но и его регистрируют в базе данных смертности. То есть она связана. И вы эту информацию получаете беспрепятственно? Да, беспрепятственно. А как юридически этот вопрос решается, не знаете? Соглашение. Персональные данные. Соглашение, да? А пациенты пишут изначально, да, согласие с тем, что их персональными данными можно делиться? Да. Спасибо большое. Спасибо. Вахтан Михайлович. Я маленькое уточнение хотел бы сделать. Ну, во-первых, напомню тем, что в 135 приказе было, ну, мы параллельно с институтом Герцена 420 разрабатывали, начали 135, а потом вдруг он внезапно вышел, и мы не видели, в каком виде они его выдали. Дама, которая участвовала в этом, она уехала в Америку, докторскую она здесь не защитила. Но самое главное и самое неприятное, что я там увидел, и это видят все, там невероятное количество признаков, которые должны регистрироваться на первичного больного. Причем признаков, которые бессмысленны и не нужны. И в этом плане я хотел бы обратить внимание на то, что, конечно, очень хотелось бы получить данные, связанные с этнической характеристикой или профессиональной. Но это невозможно, это теоретически невозможно, потому что вы можете написать это, что он токарь, слесарь и прочее, а какой он, с какой вредностью, или он просто напишет, что он пенсионер, вы эти данные не получите. То есть эти вещи надо делать профессионально, совсем по другим стандартам. И обязательно иметь, конечно, профессиональный маршрут каждого гражданина, что невозможно включить нашу карту. И второе, конечно, то, что касается национальных или этнических аспектов. Это тот же самый момент. Мы не в состоянии сопоставить в нашем городе, ну, допустим, заболеваемость киргизов или кого угодно, другой, там, белорусов, потому что на отдельных территориях не существует возрастно-полового состава по всем национальностям. А если нет возрастно-полового состава по другим национальностям, то нечего, невозможно сравнивать. Вот. И информация еще такая. У нас в институте закончена подготовка перевода на русский язык МКБО-3. И, наверное, на сайте, или он уже есть, или в ближайшее время он будет. То есть уже можно пользоваться, но я не знаю, в соответствии с приказом министра или без приказа министра. Я знаю, что многие коллеги уже используют МКБО-3 без приказа министра. А фактически получается, что мы вынуждены пользоваться приказом министра МКБО-2 90-го года. Вот. То есть он уже есть, и надо делать так, как положено. Спасибо. Спасибо. Но небольшое уточнение МКБО-3 первая версия 2011 года.